Всем привет! Вы на канале Фолстон, и сегодня я расскажу вам о пяти клубах, которые, возможно, сейчас и показывают нормальный футбол, но могли бы и лучше, из-за своих бездарных боссов. Что это за клубы? Сейчас узнаете. Ранее я делал видео о главных меценатах из мира футбола, так что, если интересно, переходите по этой ссылочке и смотрите видео. Там есть, что посмотреть, я вас уверяю. И, кстати, на моем канале проводится розыгрыш PlayStation 4, чтобы узнать подробности конкурса, досмотрите это видео до конца. Ну ладно, не будем отвлекаться, давайте смотреть видео о клубах с идиотским руководством. Моя первая команда – Барселона. Многие по привычке до сих пор смотрят матчи этой команды за ее открытый футбол, но это уже не так. Сейчас команда выглядит иначе, и вот почему. Как по мне, многое можно связать с тем, что командой на данный момент руководит Эрнеста Вальверде. По своему характеру он не боец, а скорее капитан очевидность. Вальверде ничего не принес стиль Барселоны, который был заложен более 10 лет назад. За этот период все более-менее умные команды уже успели изучить игру Блаугранс, а титулы чемпиона в Испании в сезонах 17-18 и 18-19 были получены только из-за ошибок прямых конкурентов Реала и Атлетика. При этом Вальверде не вмешивается в трансферную политику Барселоны, хотя имеет на это полное право, хотя бы потому, что он является главным тренером команды. Последнее время команду пополнили игроки атакующего характера Гризман и Де Йонг, когда Барселоне явно нужно усиливать оборону. Нелсон Семеду точно не замена старичку Дани Алвесу, который даже сейчас сыграл бы намного лучше португальцев. Как по мне, Барса слишком рано рассталась с бразильцем, который после каталонцев еще несколько лет божил в ПСЖ. Слева в защите у Барсы вообще играет Хуньор Фирпов. Да кто он вообще такой и что делает в этом топ-клубе? Но больше всего меня удивляет в составе Барселоны Климан Дангле, который чуть ли не через матч привозит свои ворота. Да и стареющий Пике потихоньку сдает, поэтому в обороне каталонцев не просто дыра, а марианская впадина. Чемпионы со стажем, как Месси, Бускиц, Альба, Пике, Суарес, потихоньку устают от постоянно возложенного на них доверия. При этом у них нет подстраховки, что еще больше удручает положение Барсы. Сейчас команда как наркоман сидит на игле под именем Месси. Если Лео, который в последнее время прибавил характере, находится в плохих кондициях, команда проигрывает. Если же Месси в настроении, Барса еще что-то показывает. Хотя опять-таки посмотрите на выступления этой команды в Лиге Чемпионов. Безвольные поражения уже явно достали фанатов. А все из-за чего? Из-за характера главного тренера Вальверде. Правильно. Но больше это касается босса Блаугранс Хосепа Бартамео. Именно он позволяет Барселоне выглядеть так, как она выглядит сейчас. При этом президент клуба не спешит выгонять безвольного Вальверде. А наоборот, в феврале 2019 года тренер продлил свой контракт до лета 2020 года. Естественно, этому тоже есть объяснение. Бартамео еще тот хитрый тип. Именно он принимал решение по покупке звездных Гризмана и де Йонга. При этом всю ответственность он возложит на Вальверде. Бартамео просто нужен крайний, и он нашел такого человека. Не удивлюсь, если приблизительно с таким подтекстом команда и расстанется с Вальверде после окончания сезона 19-20. После сумасшедшей победы в чемпионате России сезона 16-17 фанаты Спартака были логично полны надежд, что вот их команда вернулась. Но не тут-то было. Чемпионский сезон, который, как по мне, не был лишен случайности и фарта, сменился провалом в следующем игровом году. Провалом я называю третье место Спартака и увольнение Массимо Карреры. Но вот что было дальше? Уже в сезоне 18-19 Спартак занял пятое место в турнирной таблице. К этому времени командой уже руководил новый специалист Олег Кононов, который, опять-таки, по моим рассуждениям, просто-напросто убрали из клуба. Причем сделано это было достаточно открыто и нагло. Специалист проработал в команде меньше года. Кононов отлично понимал, что приходит на место действующего вулкана, и времени на раскачку ему не дадут. В итоге все так и произошло. За время тренерства Кононова в команде появилось полтора десятка новых футболистов. При этом сам тренер на них не рассчитывал. Игроки были бессистемно куплены по указу нового гендиректора Спартака Томаса Цорна. Кстати, среди ушедших были немаловажные фигуры в игре москвичей – Глушаков, Камбаров и Бакетти. Кроме того, Спартак покинул лидер полузащиты Фернандо, нападающий за Луиш и Луис Адриано. При этом были куплены молодые исполнители, у которых недостаточно опыта для серьезных свершений. Впоследствии Спартак провалил старт сезона 19-20, потому что Кононов надеялся на одних, а получил совсем других игроков. А жаловаться тренеру некому, ведь гендиректор Цорна имеет лояльное отношение со стороны одного из владельцев клуба Леонида Федуна. Кстати, именно Цорн привез в команду нового тренера Доминика Тедеско, и это слова Федуна «Я ничего не придумываю». Получается, что Цорн изначально, с мая 2019 года, как только стал одним из руководителей Спартака, задался идеей всеми силами убрать Кононова и поставить на место тренера своего человека. Я не удивлюсь, что именно с Тедеско он советовался по приобретению всех новичков. Ведь не секрет, что Цорн много лет работал футбольным агентом. Гендиректор Красно-Белых поставлял Кононову своих клиентов и зарабатывал на этом неплохие деньги, как агент и как один из руководителей Спартака. Тот же Малкольм Баду, который перешел в Спартак из Вольсбурга, как раз является клиентом агентской компании Цорна. Итогом этого является то, что владелец Спартака Федун попросту забил на команду, отдав ее в руки махинатору Цорну, который работает не на благо команды, а на свой карман. В принципе, как и все футбольные агенты. Поклонники Динамо Киев все еще живут победами в Кубке обладателей Кубков УЕФА. Но они никак не могут понять, что с таким руководством в ближайшее время побед им не видать. Некогда великая киевская Динамо все еще держится на вершине чемпионата Украины. Но это не заслуга тренера или босса команды. Это общий спад украинского футбола, в котором деньги остались только у Динамо и Шахтера. А эти бумажки, как известно, много что решают в этом виде спорта. Владелец команды Игорь Суркиш, как настоящий патриот, приглашает возглавить Динамо лишь тех, у кого есть динамовское сердце. Если кто не в курсе, то этот термин относится к тем, кто играл за столичный клуб. Так вот, все эти сердца из года в год топят Динамо в вязком болоте. При этом Суркиш громко увольняет каждого из них, перед этим кинув это самое болото собственными руками. Интересно, что наиболее успешными тренерами в Динамо за последние годы стали именно легионеры. Если их так можно назвать. Или просто те, у кого нет динамовского сердца. Это я сейчас о Юрии Семине, с которым команда дошла до полуфинала Кубка УЕФА. И о Валерии Газаеве, который открыл Динамо глаза на хачериде Гармаша и Ярмоленко. Все они впоследствии стали лидерами команды. А Ярмоленко вовсе одним из самых дорогих украинцев в истории. Видя такой прогресс команды с иностранным тренером, Сурки все равно продолжает гнуть свою линию с украинскими специалистами. И его можно понять, ведь человек из системы ничего не скажет наперекор. Да и зарплаты ему можно платить в разы меньше. Плюс их трансферные запросы не так велики, но и результаты соответственно тоже. При том, что Суркис не хочет ничего тратить и при этом хочет результат, он еще и уничтожает дисциплину в команде. Босс Динамо заваливает деньгами главных игроков, после чего у них падает мотивация и продуктивность. И как результат показатели всей команды. Показательный пример был с Андреем Ярмоленко, который не один год пытался покинуть команду, чтобы поиграть в Европе. Суркис же всеми силами пытался остановить футболиста и засыпал того золотом, переподписав личное соглашение. В итоге Андрей без лишних эмоций провел свои последние годы в клубе и все же вырвался на волю, подписав контракт с Барусией, где буквально расцвел. При этом Суркис не вкладывает средства в работу с болельщиками и поддержку бренда. Думаю, что фанаты все еще помнят о победах Кубки Кубков и придут на стадион ради того, чтобы увидеть то великое Динамо. Но опять-таки те фанаты, которые видели игру Динамо во время завоевания больших трофеев, уже не прискачут на трибуны, ведь им уже за 50. А новое поколение даже не в курсе тех побед. Оно в последнее время только и видит, как команда борется за серебро в чемпионате страны, а в Еврокубках бодается даже самыми скромными клубами. В итоге на трибунах можно увидеть около 13 тысяч фанатов Динамо, при том, что НСК Олимпийский вмещает 70 тысяч человек, а в Киеве проживают около 3 миллионов жителей. На стадионе же фанаты сидят с красноречивыми баннерами в адрес владельца Суркиса. Казалось, что Монако снова в деле, когда они взяли золото чемпионата Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов сезона 16-17. Но, как оказалось, это была лишь волна, а не возрождение команды. После одной трети пройденного пути в сезоне 19-20, Монако идет в середине турнирной таблицы. И связано это не только с тем, что команда провела отличную распродажу за последние годы, но и с тем, что альтернативных замен ушедшим руководство так и не нашло. Плюс ко всему, у боссов в Монако случилось непонятное поведение по отношению к тренерам. Сначала чуть ли не на скорости был выброшен из футбольного авто Леонардо Жардим, а потом для легенды клуба Тири Анри были выделены только три месяца для восстановления славного имени Монако. Как вы понимаете, такая чехарда на тренерском мостике никогда не приводит к чему-то хорошему, и этот пример показателен. С другой же стороны, как мне стало известно, в Монако происходит некий дерибан команды. Между собой соперничает владелец контрольного пакета акций Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев и совладелец клуба «Князь» Альбер II. Контрольный пакет акций клуба «Рыболовлев» получил под гарантию восстановить положение Монако и инвестировать в его развитие не менее 100 миллионов евро. Для Альбера II русские виделись отличными кандидатами на роль спасателей, что в принципе и произошло. После 2014 года ситуация в Европе и мире в отношении к России и русским сильно изменилась. Теперь «Князь» пытается выдавить миллиардера из структуры клуба непонятными трансферами и так далее. Тем более, что свое обещание Рыболовлев уже выполнил и поднял Монако в топы. На этом фоне противостояния в верхушке руководства команда потихоньку поплыла, а игроки потеряли веру в будущее. Как мне кажется, скоро Монако будет перепродан, ведь команду явно умышленно ведут на дно, чтобы впоследствии снизить стоимость и легко ее продать. Тем самым «Князь Альберт II» станет героем Монако, который выгнал плохих русских со своей территории, а Рыболовлев уже и так выжил из Монако все соки. Вот скажите мне, пожалуйста, кто в детстве не болел за Милан? Да там был не состав, а просто конфета. А что сейчас с этим легендарным клубом? А сейчас там полный бардак и ужас. Мало того, что Милан не показывает той яркой игры, которую все помнят, так в этом клубе еще и тренеры меняются как перчатки. Главной особенностью является то, что на эту должность приглашаются не опытные специалисты, а бывшие футбольные звезды, поигравшие в Италии. Все началось с Зейдорфа, который только завершил карьеру и тут же в 2014 году возглавил Милан. Потом были Филиппо Инзаги, Синиша Михайлович, Кристиан Броки, Винченцо Мантелло и Дженера Гатуза. Летом 2019 года Милан таки назначил тренером тренера, но Марко Джампаулу не продержался четырех месяцев, а на замену ему пришел Стефану Пиоли, при котором команда сейчас идет в четырех очках от зоны вылета. Но даже нетренерская должность является главной проблемой Милана, из-за которой рушится вся эта легендарная машина. Главная проблема на управленческих плечах. В последнее время никто не понимает, у кого какая должность. Такое впечатление, что болельщики и футболисты не имеют никакого представления, что происходит в клубе. Вот, например, техническим директором команды является Пауло Мальдини, а руководителем футбольного отдела вообще Звонимир Боба. Слава богу, что кресло гендиректора доверили опытному Ивану Газидису. Параллельно с беспорядком на тренерском мостике и назначением звезд на руководящей должности, Милан несколько раз перекидывали из одних рук владельцев в другие. 13 апреля 2017 года Милан был официально продан китайско-американскому холдингу Россонери Спорт Инвестмент Люкс. Набрав кредит, владелец клуба Ли Юнхун вынужден был отдать команду во владение американского инвестиционного фонда «Элиот». Что будет дальше с командой, остается вопросом. Но то, что это никак не помогает Милану выкарабкаться из ямы, это точно. И, кстати, о конкурсе на PlayStation 4. Его я провожу в видео о роскошной жизни Дениса Черышева, так что, если вам интересно и хотите PlayStation, переходите по этой ссылочке, смотрите полностью видео и узнавайте условия конкурса. На этом у меня все. Но на самом деле команд с плохим руководством более чем 5. Поэтому, если под этим видео будет больше 1000 лайков, я сделаю вторую часть о таких командах. И, кстати, в комментариях напишите, где еще команды с таким тупым руководством. Если что, я возьму ваш вариант ответа. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok